С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 18 июля. День создания органов государственного пожарного надзора в России. Международный день Мельсона Манделлы. Он родился в 1918 году по профессии адвокат, а по жизни активист и основатель Африканского национального конгресса. Заключенный, а потом еще и президент ЮАР. Был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме в 1964-м после того, как он был осужден за саботаж и заговор против правительства Южной Африки. В 1990-м, после многих лет международного давления, новое правительство страны, настроенное на преобразование, выпустило Манделлу из тюрьмы. В итоге он со временем станет президентом. Ну а в 1993 году он получит Нобелевскую премию мира. У родившихся. 18 июля 1635 год. В городке Фрешуотер на британском острове Уайт родился ученый Роберт Гук, изобретатель микроскопа, барометра и воздушного насоса. Ученый отличался суровым характером и отчаянно спорил с самим Исаком Ньютоном о всемирном тяготении. 1883 год. День рождения Льва Каменева Розенфельда, революционера-большевика. До 1926 года он один из главных в партии. По дороге к месту расстрела Лев Борисович подбадривал плачущего другого революционера со стажем Зиновьева. Перестаньте, Григорий, умрем достойно. И Каменев не просил ни о чем. И принял смерть, фактически от Сталина, молча. 1909 год. Рождается Андрей Громыко, посол СССР в США. С 1943 года принимал участие в Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Будучи представителем СССР в ООН, в 1946-1949 годах использовал право вета 26 раз. Его прозвали Мистер Нет. Ну и, конечно, был затем министром иностранных дел и даже председателем Верховного Совета Союза СССР. В 1921 году родился Джон Гленн, первый астронавт США. Бывший лоцман военно-морского корпуса в 1962-м облетел земной шар три раза на борту корабля Friendship 7 и через 4 часа 56 минут приводнился в Атлантическом океане. В 1933 году рождается Евгений Евтушенко, поэт, сценарист, режиссер и актер. Почему иду я по руинам самых моих близких, дорогих? Я так больно и легко ранимый и так просто ранящий других. В 1956 году рождается народная артистка России Любовь Казарновская. В 1960 году Андрей Ильин, советский российский актер театра и кино. А также в этот день появились на свет в 1967 году Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер. И Леонид Барац, в 1971-м, российский актер, режиссер, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И». Событие дня. 64-й год нашей эры. В ночь на 18-е время начинается пожар, который будет бушевать три дня. Огнем уничтожены 10 из 14 районов города. Сгорит даже императорский дворец. Жертвами огня станут сотни горожан. Правивший тогда Нерон будет декламировать стихи во время пожара, что породит слухи о личном участии императора в поджоге города. Нерон же, ничтоже сумнявшийся, обвинит во всем христиан и устроит на них гонения. 1870 год. На заседании Вселенского собора в базилике Святого Петра при открытом поименном голосовании 533 прилата сказали «за» и «двое против» предложению тогдашнего понтифика Пия IX о принятии западной церковью догмата о непогрешимости Папы Римского. Впрочем, касалось это вопроса веры и морали, выносимые им как верховным пастырем. Но это вызвало резкие протесты широких кругов верующих и способствовало росту в мире антиклирикальных настроений. 1898 год. Пьер и Мария Кюри представляют в Парижскую академию доклад о том, что кроме урана существуют и другие радиоактивные элементы. Однажды Кюри обнаружили, что выделенная ими фракция светится. Спектральный анализ показывает, что в спектре присутствует линия излучения неизвестного до тех пор элемента, который был назван супругами Родин. Им удалось выделить одну сотую грамма нового вещества. В том же 1898 году был открыт полоний, элемент, названный в честь Польши, родины Марии Кюри. 1947. В берлинскую тюрьму Шпандау привозят семь главных фашистов. Гросс-адмирала Карл Дениц Эрих Редер, руководитель Гитлер-Югенда фон Ширак, министр вооружений Альберт Шпеер. В 1987-м последний узник, 93-летний Рудольф Гесс, покончил с собой, повесившись в своей тюремной камере на кабеле электроудлинителя, закрепленного на оконной ручке. Выполнив свою историческую миссию, тюрьма Шпандау была снесена. 1954 год. Введение совместного обучения в советских школах. До этого было раздельное обучение мальчиков и девочек, ставшее традиционным еще в дореволюционные времена. 1974. В польском городке Константинов воздвигнуто самое высокое сооружение в мире – мачта Варшавского радио. Ее высота 646 метров 38 сантиметров. Спустя четыре дня она станет передавать сигнал. Конструкция поляка Яна Поляка весом 550 тонн рухнет в августе 1991 года во время ремонтных работ. Бывает и такое. 1976 год. Румынская гимнастка Надя Каманетчи становится первой в мире, получившей на Олимпиаде оценку 10 за упражнения на параллельных брусьях. Надя Каманетчи единственная, кто был дважды удостоен Олимпийского ордена МОК. Также она самый молодой кавалер этой награды. В ноябре 1989 года вместе с группой других молодых людей она бежит из Румынии через Венгрию и Австрию США, получает американское гражданство лишь в 2001 году. Однако также сохраняет Румынская. Ну и последнее. 1790 год. Екатерина II называет родищего автора путешествия из Петербурга в Москву более опасным, чем Пугачев. Жестокосердный помещик. Посмотри на детей-крестьян, тебе подвластных. Они почти ноги. Неусыпно сеет деяний твоих страж, уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кара. Не спасло его ни занимаемое положение, ни заслуги, ни дворянский титул. Радищев признан виновным в преступлении присяги и должности подданного изданием книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, ну и так далее. После воцарения Александра I Радищев получает полную свободу и будет восстановлен в положении, но потом опять что-то не заладится, и он якобы примет яд. Прямо еще один драматург вспоминается, точнее название его произведения. Горе от ума. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.